В эти дни императорское православное палестинское общество отмечает свой 130-летний юбилей. В преддверии юбилея в северо-западном округе Москвы в Покровском Стрешневе осветили новый храм святой преподобной мученицы Эльсоветы. Это имя для храма вдвойне символично. С одной стороны, так звали Великую Княгиню Дома Романовых, которая после гибели мужа Великого Князя Сергея Александровича Романова возглавляла это общество, пока в 1918 году не была зверски убита большевиками. А с другой стороны, это имя матери мецената, который построил церковь. На освящение храма прибыл глава общества, председатель счетной палаты Российской Федерации Сергей Степашин с супругой. Они передали в дар храму икону святого преподобного Сергея Радонежского, которая называется «Житейская икона». Игорь – человек глубоко верующий, это не первое его участие в создании. Воссоздание и воссоздание храмов. Он занимался и занимается серьезной благотворительной деятельностью. Все это было сделано от души, с благословения патриарха всей Руси. Ну а храм просто сказочный красивый получился. Он такой уютный, домашний. Этот храм не входит в программу строительства двухсот церквей в Москве. И можно сказать, что он внеплановый. Уникальность его в том, что он построен не на бюджетные деньги и не на пожертвования прихожан, а на личные средства инженера и конструктора оборонной промышленности Игоря Ашурбили. По благословению патриарха всея Руси Кирилла храм освящал архиепископ Егорьевский Марк. Этот храм является первым храмом для меня, который был построен от начала и до конца одним человеком. Человек, который строит храмы, прежде всего имеет в жизни цель. И человек, который живет со смыслом. Вот этого смысла часто не хватает нашим современникам. Появлению этого храма на Иваньковском шоссе предшествовала нечаянная радость, посетившая строителей на территории спортивно-здоровительного центра. Во время работ в душевых они обнаружили белокаменный фундамент. Исследования установили, что это фундамент апсида алтаря и паперти. Так родилась идея восстановления храма, которому суждено было появиться на свет и открыться людям во 2-е воскресенье мая, Международный день матери. Архитектуру храма утвердили местные власти города Москвы. А художников для росписи пригласил управляющий северо-западным викариатством московской епархии архиепископ Марк. Ранее Валерий Федоров, Валерий Малый и Алексей Лукашин расписывали только фрагменты храмов. А эта работа стала их дебютом полной росписи церкви. Храм удивительно получился таким светлым. Такое впечатление, что небольшое пространство храма просто расширилось и стало еще более светлым и таким, вот, каким-то цветастым, я бы сказал. А не потекает? Еще на стадии проекта храмоздатель поставил перед строителями задачу сохранить весь ландшафт. И вот эти два дерева внутри храма тому подтверждение. Архиепископ Егорьевский Марк считает важным, что новый храм Святой Преподобной Мученицы и Лисоветы расположен в месте сосредоточения лечебных учреждений. Люди, которые попадают в лечебные учреждения, они понимают, что врачи часто не в состоянии не то, что вылечить, а зачастую даже объяснить или правильный диагноз дать человеку. Поэтому, конечно, часто вся надежда на Божью помощь. Храм построили сравнительно быстро, за два года. И теперь от прихожан будет зависеть, насколько быстро он станет творить чудеса и исцелять души и тела. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова